Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим сегодня сразу о трёх фильмах. Один из них – «Нашумевший марсианин», совершенно непонятно почему нашумевший. Второй – «Слендер», который я ждал. И третий – «Дрожь земли», новая. Все фильмы для меня... Я сразу скажу, что все три фильма – это мусор, потому что ни на одном из них я не смог сосредоточиться как следует. Все три я посмотрел просто как мусор, заставляя себя, откровенно говоря, смотреть. Меня не зацепило действие ни одного из трёх фильмов. Особенно, конечно, порадовал в кавычках хвалённый и разрекламированный «Марсианин». Два остальных, в общем-то, фильмы из категории, ну, скорее, «Би», чем чего-то ещё. Я, честно скажу, что я когда-то был поклонником большим старой «Дрожь земли». И, ну, это воспоминания, может быть, юности, я не знаю, что-то такое, что связано с тем далёким временем, романтика, вся фигня, но, ну, как бы, какой-то хоррор такой вот оказался чем-то довольно приятным. Вот, я вообще любитель же хоррора, вы знаете, это прекрасно. Вот, ну, это новая «Дрожь», это ужасно совершенно. Тут говорить просто нечего. То есть, ну, действие не держит, несмотря на то, что графон, как написали в комментах на рут-трекере, заметно стал лучше. Это ничего не спасло, вообще действие не спасло. То есть у меня нет никаких претензий к операторской работе, у меня нет никаких претензий даже к актёрской игре. У меня есть претензии к сюжету. Сюжет уныл. Действие почему-то перенесли в Африку, так называемую колыбель жизни. Вот. Не знаю, зачем, может быть, какие-то африканские деньги, что ли, в этом проекте имели место. Я понятия не имею, почему, но это просто ничего не дало. Сочность персонажей, она, в общем, отсутствует. Злодей умирает довольно быстро, где-то к середине фильма. Надо сказать, что я просто не выдержал. Я не досмотрел последние 20 минут. Может, у них была вся соль, но унылые гэги с этими все. То есть было ясно, кто главное зло. Это вот всё существо, которое таилось в пещере. Честно говоря, мне совершенно было неинтересно, как оно выглядит, потому что оно не вызывало, ну, не то что там, страха. То есть первый фильм, как это ни парадоксально, он, несмотря на то, что все фильмы, они являются чёрной комедией, а первый фильм он впечатлял тем, что эти существа, они так свободно передвигаются под землёй. И, соответственно, человек весьма уязвим от того, что они так через землю проходят, как через масло, нож. И вот эта уязвимость человеческая в первых фильмах, она, конечно, ну, не вызывала, может быть, ужас, но оставляла какой-то осадок, что ли, в голове. Это изобретение, то, что вот какие-то существа могут так свободно пронзать грунт. Мне кажется, что оно круто само по себе. Но дойти до вот такого печального конца, ну, во-первых, конечно, все фильмы про монстров, если это там уже пятая часть, или там какая-то ещё часть, да, ну, возьмём там чужого и так далее, мы все знаем, что, ну, как выглядит чужой, мы изучили все его повадки, мы изучили до мельчайших подробностей то, как он выглядит, потому что у каждого, наверное, есть экшен-фигуры чужого, а бог знает чего, только нету, да, и поэтому, ну, как можно там в очередном фильме вдруг испугаться этого самого монстра. Это совершенно ясно, что это невозможно, потому что монстр пугает только тогда, когда ты не знаешь, как он выглядит, и он внезапно появляется, и вот, соответственно, тогда это шок. Здесь предпринята такая жалкая попытка указать нам на то, что есть какой-то монстр, который живёт там где-то в толще скал, и который появится в конце, как апогей, на самом деле страшно, то есть мы его не видим, но нам как-то вот хватает, ну, лично мне, да, лично мне хватает всех этих признаков того, что, ну, во-первых, я знаю, что, да, он там под землёй, он такой-сякой, пятый-десятый, и по тем монстрам, которые уже нам известны, мне неинтересно смотреть, да, как бы он ни выглядел, этот монстр, потому что ещё смысловая цепочка, логическая цепочка, она, опять же, подводит к тому, что, да, есть какой-то супер-монстр где-то там, но все остальные-то они известны, и весь сюжет известен, и ясно, что его в конце концов уничтожат, то есть, и как-то ты совсем вообще за жизнь этих героев не переживаешь, какие-то отношения главного героя и его так называемого сына тоже, ну, никак не парят, ну, сын там нашёлся, ну, там он такой вот блогер, ну, говорит он про то этому старому идиоту, что у него нет фолловеров в Твиттере, это как бы такое желание подчеркнуть, что мы живём в новом времени, в котором там фолловеры чего-то значат и так далее, да, то есть, как бы осовременить весь этот сюжет, перенести его в наше время, но перенесение этого сюжета не происходит, всё буксует на самом деле и остаётся там, где и было в жопе. Вот, я повторяю, что тогда, когда я увидел этот фильм впервые, он меня, естественно, потряс, впечатлил, мне показалось что-то интересное, потом следующая серия была уже интересна, потому что, ну, ты хоть и знал этих монстров, но тебе были любопытны уже сами персонажи, то есть, как развивается там с ними всякие коллизии и так далее, то есть, это апгрейд персонажей, их харизма, она вытягивала как-то сюжет. Сейчас всё, как бы всё, это абсолютно мёртворождённый проект, который, я думаю, что ни для чего не нужен, я думаю, что он ничего не может отбить, это было бы парадоксально, если бы он отбил бокс. Хотя, конечно, всё возможно, смотрят же какие-нибудь суперакулы против суперосьминога или не знаю чего, какие-то люди странные. Ну, вернёмся к Марсианину. Марсианин оказался намного хуже книжки. Книжку я прочёл где-то около года, наверное, назад. и книжка мне показалась тоже излишне скучной, конечно. То есть, введение всех этих научных текстов, рассуждения главного героя довольно мучительные и подробные о том, как он сделает ту или иную химическую реакцию, как он вырастет картошку, сколько нужно ему килокалорий и всякие такие вещи, которые он бесконечно подсчитывает. Это, наверное, может свести с ума. Я не знаю вообще. Честно говоря, я не знаю, как эта книжка могла стать бестселлером. Рассчитана на каких-то задротов, которые также свою жизнь просчитывают по каким-то точкам, рассчитывают свои килокалории. Я не знаю. Может быть, только поэтому, что действительно таких людей появилось вдруг очень много. И потом вот кто-то решил, что по этой книжке неплохо бы снять фильм. Идея выживания на другой планете она может быть и любопытна, но не до такой степени, как кажется. Во всяком случае, не в этом виде. Вы можете со мной совершенно не согласиться. Может быть, кому-то из вас показался этот фильм очень-очень хорошим. я не знаю. Я останавливал просмотр, не знаю, сколько раз, двадцать, наверное, выходил курить, нервничал, ёрзал на стуле, когда смотрел всё это дело. Не знаю, мне не впечатлили. то есть, да, Ридли Скотт, да, как бы, операторская работа, спецэффекты, вся фигня и всё прочее. Да, всё на очень высоком уровне. Актёр, ну, актёр, может быть, на мой взгляд, не достаточно харизматик. не знаю, это всегда очень тяжело, когда актёр один, и когда он ещё очень делает такие довольно долгие паузы, он молчит в кадре. ты ждёшь, то есть, ну, с кем бы ему говорить, конечно же, да, то есть, это реалистично. С самим собой, если бы он говорил с самим собой во время того, как он что-то делает, наверное, это было бы неестественно, что люди в таких ситуациях, ну, может быть, напевают что-то себе под нос, издают какие-то звуки, но точно не разговаривают сами с собой. Для этого у нашего героя есть возможность записывать видосы, и, собственно говоря, книжка, она представляет собой дневник этого героя. И когда... в книжке это как-то, не знаю, чёрт, книжка тяжёлая для прочтения, фильм совсем, он потерял даже, даже очарование, что ли, этой книжки, да, то есть там вот какое-то напряжение, не знаю, и напряжения тоже в книжке нет, потому что когда что-то там происходит, очередной какой-то взрыв, какой-то... что-то, что с героем как бы неожиданно происходит, оно описывается так, что оно не неожиданно, и поэтому теряется накал. Вот эта дневниковость, она, собственно, весь накал и убирает. Хотя иногда некоторые дневники, то есть такой жанр литературных дневник, может быть вполне экшоном, может держать. Вот книжка меня держала мало. Я её принуждал себе читать, ну, потому что она бестселлер, да, то есть мне хотелось понять, ну, почему же. Меня ещё, ну, естественно, интересуют какие-то авангардные, что ли, проявления в литературе. Ну, так, перенасыщены всякими текстами, точнее говоря, рассуждениями героев научными, наверное, ещё ни одного литературного произведения не было. то есть, если мы вспомним того же Уэльбека и даже Лавкрафта, да, который является пионером в литературе введения такой наукообразности в литературное произведение, то, конечно, мы обнаружим, что что у Лавкрафта, что у Уэльбека такого обилия всё-таки нет, да, то есть, там есть какой-то экшон, там есть сюжет, за которым мы наблюдаем, ну, и там обилие персонажей, то есть, ещё надо учесть, что здесь практически монолог, а все остальные присутствующие в кадре или в книжке люди, которые, люди из НАСА, там, и так далее, и так далее, то есть, космонавты, там, которые бросили главного героя, они, как бы, такой уж совсем серый гарнир, не знаю, не знаю, ты, как бы, довольно равнодушно наблюдаешь за судьбой этого героя, лично я равнодушно наблюдал за судьбой этого героя, мне было совершенно наплевать, и читая книжку, мне тоже было совершенно наплевать, выживет он или сдохнет, да, если бы, не знаю, как-то не было накала, совершенно утрачен накал, то есть, я повторяю, равнодушно читал книжку, равнодушно смотрел фильм, не знаю, почему, я не могу так, мне неинтересно совершенно смотреть его просто с точки зрения того, как это хорошо сделано и так далее, и так далее, и все, и больше никак, тайны нет, выживание, это, оно, но борьба со стихией, да, вот со стихией конкретно, а не с чем-то потусторонним, или, не знаю, да, оно почему-то с чудовищем, хотя бы с каким-то монстром, почему-то оно как-то вот не трогает ни хрена, наверное, потому что выживание в тайге с волками и с какой-то фигнёй такой, да, оно может быть более приближено к нашей жизни, ну, для меня, поэтому ты думаешь, пусть эти волки и нарисованы довольно херово в 3D, но почему-то они, блин, трогают меня, я не знаю, почему, да, а здесь это, ну, абсолютно никак, просто никак не трогают, то есть говно, значит, я марсианину ставлю ноль дрожжи земли, соответственно, тоже слендер, остается слендер несчастный, отличная была игра, придумка в ней была хорошая, довольно параноидальная, несмотря на то, что графон говёный, ну, не знаю, мне она нравилась, честно скажу, она мне нравилась, вообще, вся крипи-паста там вокруг слендера, она была вполне приятна, что касается фильма, то фильм совершенно, опять же, штампованный, традиционный, все спецэффекты, которые там присутствуют, то есть подрагивание экрана, да, помехи, которые пробегают там при появлении слендера по экрану, они просто уже настолько затрахали во всех фильмах последнего времени, что от этого не то, что там испугаться, я не знаю, то есть, просто хочется, не знаю, плеваться, чесаться, не знаю, что бежать из комнаты, да, и совершенно становится, именно из-за этого вообще не хочется смотреть дальше, мне не хочется знать, что там будет в конце, я не знаю, может быть, кому-то это интересно, тот, кто, может быть, вообще про слендер ничего никогда не слышал, то есть, опять же, ожидание не оправдалось, все очень печально, и, в общем, три таких фиаско, очень-очень жаль, мне честно очень жаль, да, что-то за последнее время, кроме Найт Краулера, меня вообще ничего не тронуло, то есть, просто и старые фильмы пересматриваешь, только некоторые из них трогают, а новые так совсем, ну, нет, повторяю, что Найт Краулера действительно хороший фильм, а все остальное как-то нифига, нифига. Спасибо за внимание, чай-чай, подписывайтесь на канал, с вами был Олег Мавроватий, Олег Мавроватий, если кто-то из вас вдруг забыл, что близится дата 21 октября 2015 года, 21 октября 2015 года, это та самая дата, которая назад, в будущее, в которую, то есть, это та самая дата, в которую попадает в будущем Макфлай, дорогой Марти Макфлай, и вот об этом мы поговорим уже более пристально. Спасибо за внимание, чао, чао, подписывайтесь на канал, с вами был Олег Мавроватий.